Многие, пока он закрыт въезд, заходят на этот ресурс и, проверяя свои данные, видят, что их закрытия въезда нет. Система так и выдает. Если вы иностранный гражданин, мигрант, ставьте лайк этому видео. Если вас интересует тема въезда в Россию, открытие границ миграционных законов, можете подписаться на мой канал. Основание для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации не обнаружено. Из этого, видимо, делается вывод, что каким-то чудом срок запрета перестал существовать и можно въезжать на территорию России. Люди собираются, едут, а на границе их, разумеется, не пропускают, вручая уведомления о том, что им закрыт въезд по-прежнему. Реги мои, здесь давайте много говорить не буду, а обозначу только два основных момента. Во-первых, никаких сокращений срока в Российской Федерации не бывает. Нет, попросту в законодательстве такого не предусмотрено. Вообще, никак, нигде, никаким образом. Поэтому сократиться срок вашего закрытия въезда по выдворению и по любым другим закрытиям въезда не может никак. Это первый основной момент. Нет ни понятия в законодательстве, нет ни процедуры сокращения срока, нет ни полномочий у госорганов таких. То есть эта процедура в России на сегодняшний день невозможна. В Беларуси есть, в ряде других государств есть, в Российской Федерации это отсутствует. Во-вторых, что связано с сервисом проверки основания не разрешения въезда. Ну, про это я уже говорил вообще очень-очень много. И публикации делал, и видео записывал. Поэтому, чтобы все это не повторять вот от и до, обозначу основное. Это сайт. Как и любой интернет-продукт, это всего лишь интернет-продукт. И этот сервис с базами данных не связан вообще никак. Туда периодически заливается информация, но она может быть неточной, недостоверной и некорректной. МВД об этом совершенно честно и искренне предупреждает. Если вы внимательно посмотрите на ту текстовку, которая перед анкетой, куда вы вводите данные, расположена, то увидите, что там ни много ни мало написано, что предоставляемые данные не являются юридически точными и значимыми. Для того, чтобы получить как раз точную информацию, ведомство рекомендует, и это так и есть на самом деле, обращаться непосредственно в подразделение в письменном виде путем направления заявления и в течение 20-30 дней получения официального ответа. Только так вы сможете узнать, есть ли у вас закрытие въезда или нет. Ну и, соответственно, если у вас по срокам ваше закрытие въезда все еще актуально, то никуда сам по себе без проведения судебного обжалования ваш запрет не денется. Поверьте опытом. Единственное, когда случается такое что-то наподобие чуда, это амнистия. Но амнистии у нас не такие частые, плюс ко всему они в выдворении никогда не касаются, это совсем другая сфера запретов. И там, где к запретам они отношения имеют, там в расчет берутся только самые простенькие, минимальные и незначительные запреты, которых меньше всего. Основная масса запретов, естественно, вне амнистии остается. Вот таковы реалии. Я думаю, что из этого имеет смысл исходить и ориентироваться на реальность, а не на чудеса и сказки. Субтитры создавал DimaTorzok